Еще одна просторная муниципальная квартира в Первомайском округе Мурманска отремонтирована и готова к заселению. Качеству жилья для очередников городские власти уделяют особое внимание. Андрей Сысоев лично оценил работу подрядчика, нашлось место и критики. Скоро в отремонтированных стенах этой трешки на улице Ломоносова закипит жизнь. Кому посчастливится сюда въехать, пока не решено, но квартира точно будет предоставлена горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Андрей Сысоев лично проверил качество проведенных работ, нашел ложку дегтя и поручил исправить. На самом деле очень хорошее качество выполнения работы, но с другой стороны умудриться обклеить вот такими вот помпезными обоями всю квартиру, не учитывая назначение комнат, ну кухня, гостиная, спальня. Я считаю, что это просто вот, ну, даже безграмотностью подрядчика назвать нельзя, а здесь же еще не только решение принимал подрядчик, здесь же еще и заказчик есть, который принимал эту работу, поэтому, конечно, это надо переделать. Когда-то здесь произошел пожар, потребовался капитальный ремонт. Заменили все, трубы, электропроводку, рамы, двери, сантехнику, электроплиту, выровняли полы. Внутреннюю и внешнюю отделку выполнили качественными и недешевыми материалами. Ремонт оставшихся без хозяев помещений и передачи их горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, одно из направлений обеспечения мурманчан комфортным жильем. Я ни разу не слышал от людей, которые получают у нас вот эти вот квартиры, претензии по качеству. Мало того, ко мне обращались люди и говорили, что, Алина Иванович, вот у нас маневренный фонд, эти квартиры в том числе и в маневренном фонде используются, у нас переселили в маневренный фонд, у нас никаких вопросов нет, вот спасибо городу, что вы потратили деньги и сделали вот такое вот жилье, в котором действительно можно просто заезжать и жить, как мебель поставил, и вообще ничего не нужно делать. Наряду с другими направлениями решения жилищного вопроса северян, строительство социальных домов, приобретение городом для них заветных квадратных метров на вторичном рынке, перевода нежилых муниципальных помещений в жилые. В этом году, как и в прошлом, примерно 80 муниципальных квартир будут подобно этой отремонтированной и переданной мурманчанам. Это поможет сократить число очередников, которых сейчас более 7 тысяч.